В актовом зале сбор обладателей медалей, шашек и тесненных погонов. Дружные крики «Люба!». Около 600 казаков приехали в Крымск на отчетный сбор атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Повестка дня – подведение итогов работы за год. Внесли знамя, исполнили гимн России и родной Кубани, прочитали молитву. Для нас казаков этот год был годом испытания на прочность. Таманский отдел на сегодняшний день представляет 8 районных из 103 казачьих общества. Общая численность Таманского казачьего отдела – 29 310 казаков. Из них казаков, которые взяли обязательство понесения государственной службы – 11 397 казаков. Это без учета вновь созданных обществ. Атаман Иван Безуглый на своем посту с 1997 года. Уважение к нему безграничное и в работе он для всех пример. Сегодня от того, как работают червичные атоманы в столицах хуторах, зависит работа всего Кубанского казачьего войска. Отдельной строкой – патриотическое воспитание молодежи. В этом году более 9,5 тысяч детей обучаются в специализированных казачьих классах. Уходящий год для казаков был непростым. Главное событие – присоединение к России Республики Крым. Из тысячи казаков, обеспечивавших безопасность, 700 человек из Таманского отдела. На сегодняшний день он самый дисциплинированный, управляемый и организованный. Это факт. И все, собственно говоря, атаманы казачьих отделов, атаманы районных казачьих обществ, которые не входят в состав Таманского отдела, они согласны абсолютно с этим. Вы по всем видам жизни, деятельности и службы кубанского казачества, вы первые, вы лидеры. Спасибо вам за это. Лучше вручили государственные награды. Анапский район прибыл, как и все районы Таманского отдела, в город Крымск, где проходил отчетный сбор атамана Таманского отдела, героя Кубани, казачьего полковника Безуглова Ивана Васильевича. Естественно, казаки признали работу удовлетворительной, потому что она такая, такова и есть. На сегодняшний день Таманский отдел – самый лучший в кубанском казанчем войске. В завершении сбора обсудили перспективы работы на будущий год.